Так, ну что, давайте начнем. Хочу начать с того, что, во-первых, хочу поблагодарить вас за участие. Мы вас очень рады, ну, не видеть, но с вами взаимодействовать. Надеемся, что будет много вопросов, мы на них обязательно на все ответим. И хочу представить, собственно, спикеров сегодняшних. Ну, меня, я думаю, многие из участников знают. Я, Иван Вахмянин, генеральный директор, сооснователь компании Visiology, разработчик российской BI-платформы. И, ну, наверное, основную часть сегодня будет вести Андрей Краснопольский. Это руководитель и сооснователь компании консультационная группа АТК, которая является, собственно, интегратором BI-решений и также вот в рамках своего большого опыта разработала такой универсальный коннектор, собственно, к системам 1С, который можно использовать с любой совместимой, в принципе, BI-платформой. И про, собственно, про нее пойдет сегодня основная речь. И еще с нами наш коллега Максим Губин. Это ведущий аналитик Visiology. Максим, собственно, покажет, как работает интеграция именно на стороне Visiology, то есть как эти данные можно в систему загрузить и, собственно, уже визуализировать. И перед тем, как, собственно, передать слово Андрею, хочу в двух словах рассказать, почему мы, вот, как компания Visiology рекомендуем использовать именно этот коннектор и вообще, как мы к этому пришли. Значит, ну, я напомню, ну, в принципе, ни для кого не секрет, что системы 1С – это, наверное, самые распространенные, в принципе, учетные системы всех видов на территории России и, наверное, даже СНГ. И если там раньше, 10 лет назад мы говорили там про автоматизацию малого бизнеса, то сейчас, особенно на фоне импортозамещения, это все больше и больше, скажем так, становится основной платформой автоматизации для крупных предприятий. И пусть, может быть, там не полномасштабной, но какие-то куски все больше и больше проникают даже там в огромные госкорпорации. И эта тема становится, в общем-то, актуальной, как никогда. И тема, я имею в виду, именно получение данных из 1С и их аналитика и визуализация. И, я думаю, все, кто с этим хоть раз сталкивают, знают, что это такая нетривиальная вещь, если к этому подходить не подготовлено. И, безусловно, для работы нужен коннектор, нужна какая-то система, которая облегчает этот путь и позволяет уменьшить трудозатраты на интеграцию. И вот, когда мы, собственно, начинали эту работу, мы разработали свой коннектор, который устанавливался прямо как модуль в 1С, поддерживал несколько конфигураций и эти данные передавал, собственно, в BI-платформу. Но, к сожалению, по мере, собственно, реального использования мы столкнулись с достаточно большим количеством проблем. В частности, оказалось, что конфигураций их сильно больше, чем мы, в принципе, можем, ну и, наверное, должны поддерживать. Они очень постоянно изменяются, и вот именно стандартный тот коннектор, который мы использовали, достаточно быстро становился неактуален и несовместим с конкретной задачей. Вот. И это первая была проблема. И вторая проблема была связана, наверное, все-таки с производительностью, потому что, ну, мы знаем, что вариант интеграции через REST API, через HTTP, он, конечно, медленнее, чем прямое подключение к базе. И хотя мы там это все старались оптимизировать, все равно оставались проблемы с этим. Соответственно, мы что сделали? Мы проанализировали российский рынок, в принципе, таких вот коннекторов, посмотрели вообще, наверное, и попробовали все, что есть на этот счет. Их, ну, не то чтобы много, но есть, ну, некоторая линейка различных решений от, скажем так, каких-то, скажем так, скорее набора, ну, каких-то наработок до именно вот уже продуктов, которые можно купить отдельно. И вот на самом деле у нас не было какого-то сложного выбора, потому что вот продукт компании АТК, вот коннектор BVU, он, конечно, является безусловным в этом плане лидером, причем лидером как с точки зрения технической, ну, то есть это все работает и на правильном подходе сделано, так и с точки зрения поддержки. То есть есть документация, это действительно продукт, а не просто там что-то на коленке, вот, и, соответственно, вот по этим двум причинам мы поняли, что вот этот коннектор мы можем и нашим клиентам, нашим партнерам рекомендовать смело. Вот, и сейчас этот коннектор можно приобрести напрямую у коллег, можно приобрести через нас, если так проще, то есть у нас партнерский договор заключен, цены при этом не отличаются, то есть они соответствуют тем, которые заявлены на сайте, собственно, коннектора, а вот про то, собственно, как это, ну, в деталях уже работает, сейчас вот я попрошу как раз Андрея поподробнее и рассказать. Андрей, передаю слово. Иван, спасибо большое, я тогда начинаю, включаю демонстрацию экрана своего. Коллеги, экран мой появился? Так, пока нет еще, пока не видим. Так, загружается, есть, отлично. Ну, мы тоже, как и визиологи во главе с Иваном, занимаемся внедрением биосистем, и с этой же проблемой мы столкнулись, то есть именно с 1С. То есть на самом деле со всего рынка систем, которые присутствуют вообще, ну, даже не только в России, наверное, а и в мире, только очень малое количество систем требует каких-то специальных коннекторов. Но я уже не говорю, конечно, о тех закрытых системах, об облачных системах, или которые не позволяют напрямую, принципиально не позволяют обращаться к данным. Там, ну, коннектор как-то, он необходим однозначно. И производители, если считают, что необходимо данные использовать, то коннекторы поставляют. А если коннектора нету, значит, производитель не хочет, чтобы его данные использовались. Но есть у нас на рынке две системы. Одна из них САП, а другая 1С, к которым необходима внешняя коннектора. Ну, прежде всего, из-за того, что у них очень развитый метаслой, с одной стороны, конечно, это хорошо. Вот, и обращение должно идти сначала к метаслою, а уже через метаслой переходит к самой системе. Вот то, что говорил Иван, чем это плохо. Если забирать данные через метаслой, то мы получаем их со скоростью где-то 10 записей в секунду. Если обращаться напрямую к базе данных 1С, эта скорость будет 50 тысяч записей в секунду. Ну, отсюда и вывод. Если там записи тысяча в месяц, то, собственно, и ничего и не надо. Но если записи, как в нормальных компаниях, достигают 100 миллионов записей в месяц, то, конечно, без специальных средств не обойтись. Но это, так сказать, первая сторона, то есть сторона доступа. Сторона вторая. База данных 1С, и многие из вас там с ней работали и видели, в общем-то, именно со стороны SQL-а кодируются по-своему. И напрямую с ней работать, ну, если нельзя сказать, что нельзя, конечно, можно. Но предварительно нужно выучить все коды, которыми маркируются таблицы, все коды, которыми маркируются поля. Ну, и это не самое интересное. Самое интересное, что при функциях Backup Restore таблицам могут быть присвоены совершенно другие коды. То есть эти скрипты, которые были написаны до вот этого Backup Restore, они изменятся. Структура эта же изменится при постановке нового релиза, или уж тем более версии. Какая последовательность? Значит, система должна, вот наш коннектор, обратиться сначала к метаслою, получить необходимые коды, а потом уже обращаться напрямую к 1С базе данных. Следующая проблема. При обращении к этому метаслою многих, ну, мы тут так написали мягко, некоторых объектов, многих объектов не видно в этом метаслое. Они либо технические, либо закрытые, либо создаются на лету, например, те таблицы, которые виртуальные, которых нету, и так далее. В базе данных 1С нету описания релизационных взаимосвязей таблиц. То есть, когда строится модель, необходимая для BI-системы, ну, в центре звезды лежит факт таблица, и дальше по связям мы набираем измерения. Но хорошо, если измерения можно напрямую подцепить к факт таблицы. Как правило, это целый мост. Мы подключаемся к одной таблице, из нее есть ссылка на другую, из нее есть ссылка на третью, и только потом мы выходим на таблицу со значениями. В общем-то, конечно, эта задача решаемая, но отсутствие этой информации, в общем-то, плохо. Тем более, что, ну, по нашему опыту, когда у нас идет даже модель с одной факт таблицы, то измерений до сотни – это скорее нормально. Вот. То есть, вот столько задач надо решать. Ну и, конечно, типичная 1С-овская штучка – это наличие ссылочных полей. То есть, в зависимости от того, какое значение стоит в поле таблицы, ту или иную другую таблицу нужно подключать. Вот это вот, конечно, решать наиболее трудно. Значит, что мы придумали? Ну, на самом деле, даже если вы посмотрите нашу демоверсию, там видно, что есть три, так скажем, уровня работы с таблицами 1С. Первый уровень работы – использовать как есть. То есть, мы обращаемся к базе данных 1С, ну, к метаслою 1С, и строим абсолютно один в один вью на все таблицы, которые находятся в 1С. То есть, ну, много задач мы этим уже решаем. Правильно, то есть, делая запрос напрямую к SQL, мы, тем не менее, имеем нормальное название полей, и это уже многодневная работа, если вы захотите это сделать руками. Но, на самом деле, не со всеми данными там работать удобно. Ну, например, проблема ссылочных полей остается, и другие, о которых я расскажу чуть-чуть попозже. Так вот, когда, если мы делаем проект тип 2, то там мы, во-первых, получаем вью всех таблиц, но делаем довольно много преобразований, для того, чтобы с этими вью можно было работать из, ну, брать данные из 1С и уже не думать, как бы эти данные преобразовать. Ну, и тип 3 – это уже автоматическая или полуавтоматическая генерация модели данных. То есть выбираются необходимые таблицы с теми самыми связями, которые необходимы для того, чтобы справочники, ну, если это чисто известно, автоматически вытащились и автоматически использовали здание. Но, на самом деле, автоматическая генерация модели, возможно, это чисто из функциональных особенностей, только в системе Клик. У всех остальных систем это полуавтоматическая работа производится системой. То есть что делает коннектор? Коннектор выбирает все необходимые таблицы. По крайней мере, у вас уже остается довольно определенный набор таблиц, ну, а связи между ними все-таки придется вам проставить самим. Ну, вот такое дело. Не во всех системах мы смогли разобраться, как сделать так, чтобы получалась уже внутри BI-системы именно построенная модель. Итак, как же работает система? Вот это вот важный момент, потому что, смотрите, данные через ATK BI-View не передаются вообще, и более того, на проекте ATK BI-View работает, ну, на самом деле не такое уж продолжительное время. То есть запуская систему, она обращается к метаслою 1С и строит вью, которая кладет в SQL сервер. Для того, чтобы не нарушать никакие лицензионные соглашения 1С, мы кладем не вот эти вью не в саму базу 1С, а рядом с ней создаются отдельная пустая база, в которой будут находиться только вью. Значит, создав все необходимые вью, ATK BI-View прекращает свою работу. То есть он больше не нужен. BI-системы или хранилища данных, или Excel, или любые другие потребители, которые нужны данные из 1С, обращаются к этим вью, вью обращаются к данным 1С и уже инициируют забор данных. То есть сами BI-средства инициируют забор данных из 1С. Но на самом деле не всегда у нас была такая структура. То есть первые версии работали без вью. То есть мы, ну, первую версию, мы изначально много работаем с системой клик, поэтому изначально этот коннектор делали как коннектор к клику. То есть он выполнялся как встроенный коннектор именно клик. И он необходим был для работы каждой загрузки. То есть, ну, столько раз, сколько вы в день делаете загрузку, столько коннектор и должен был работать. После того мы поняли ограничения, поняли, что, ну, на самом деле, а почему именно клик надо и другие системы, чтобы умели работать с данными 1С. И мы пришли вот к такой вот структуре, которую я показывал. То есть на самом деле клик, коннектор создает только вью. И все остальные системы работают с этими вью. Значит, по версиям и по платформам ограничения следующие. Из конфигурации 1С мы работаем с любыми конфигурациями, но версии только 8Х и работаем с базами данных. Это только Microsoft SQL и Postgre. Исходя из того, что ATK BI View работает, обращается к 1С по компонентам com.decom, мы можем работать только на платформе Windows. То есть вот это вот такие технические ограничения. Какие будут использоваться конфигурации? В принципе, это нам вообще не важно, потому что обычно конфигурации специалисты по 1С, конечно, придерживаются принципов или best practice, которые приняты в 1С, и оформляют их структуру данных на метаслое. А какая функциональность? Нас это вообще не касается, потому что мы забираем данные именно из 1С, и какая там написана в конфигурация функциональность, это уже все равно для работы коннектора, потому что это никак не влияет на составление SQL-представления. Ну, какие выгоды? Понятно, что это слайд немножко такой коммерческий, но на самом деле выгода, вот то, что написано слева в первой строке, это действительно при плюс-минус нормальном проекте как минимум месяц работы может быть сэкономлен. Ну, на самом деле, если брать обращение напрямую к SQL-у и переименовать все поля, которые дают нормальное название, те, которые необходимы для построения модели FBI, это уже пройдет, ну, скажем так, неделя от той недели, и кто этим занимался, конечно же, абсолютно поймет, что это такое. Значит, как я сказал на предыдущем слайде, что когда нужно запускать ATK BI для построения модели, когда что-то произошло, то есть, если у нас работает 1С, и мы не делаем бэкапов, не накатываем новых версий, не делаем никаких разработок, то и ATK BI View, который был запущен там, ну, для того, чтобы создать первое View, был когда-то запущен, и его больше запускать не надо. В следующий раз он запускается тогда, когда какие-то изменения произошли, ну, или мы думаем, что они произошли, то есть, ничего страшного-то не случится, если мы запустим, но, тем не менее, это не обязательно, вот этот вот запуск происходил. бывают случаи какие, когда те, кто занимается BI, не знают, сделали ли какие-нибудь изменения специалисты по 1С, или не сделали, ну, тогда мы предлагаем все-таки запускать периодически ATK BI View, ну, например, включив какой-то батч файл, который запускается там, то ли при загрузке сервера, то ли, ну, при каком-то событий, чтобы вне зависимости, ну, чтобы не от случайности вот этих вот отбородиться и не думать, сделали разработчики 1С что-то или они ничего не делали. То есть, вот такие вот советы, тире, рекомендации и так далее. Ну, какие цифры? С 2009 года мы занимаемся разработкой и поддержкой нашего коннектора. Порядка 200 клиентов у нас пользуются нашим коннектором. Вот. Ну, и за очень короткое время можно создать, пройти весь путь от подключения к базе данных до создания первых приложений в биосистеме. и у нас на YouTube выложены несколько роликов, где мы показываем все, как это делается. Причем это в нашем ролике делает девушка маркетолог, вообще не разработчик, вообще не 1С. Понятно, у нее был скрипт, как это сделать, но тем не менее она самостоятельно вот это вот все прошла и все это сделала. Ну, вот теперь более, немножко более подробно все-таки что же такое за фокус, да, за счет чего мы вот можем сэкономить вот этот вот один месяц работы. Ну, поиск соответственно звания полей и таблиц и как их надо переименовать, чтобы в биосистеме были нормальные названия, потому что сейчас, как правило, и нормальные обыкновенные пользователи и не разработчики могут пользоваться, будут пользоваться вот этими вещами в биосистеме при использовании принципов самообслуживания и уж им тем более нужны нормальные человеческие термины в названии таблицы полей. Как я уже говорил, ну, если вот посмотреть там, допустим, что таблиц у нас в модели, каждая таблица, но, предположим, по 20 полей. Вот это вот команду S, сколько раз надо написать, чтобы, и не ошибиться, конечно, чтобы модель была нормальная. Создание SQL-представления для виртуальных таблиц, таблиц с перечислениями и констант. Это те самые вещи, которых не видно из конфигуратора, их надо, из метаслоя 1S, их надо искать. Создание справочной таблицы взаимосвязи между данными. Как я уже говорил, в 1S этой информации почему-то нету, а такая BI-View эти таблицы составляет, и они вам доступны, ну, даже для ваших отдельных проектов. Замена полей ссылок на справочники и перемещения. Прежде всего, это поля подключения субконта. Вот, когда, как я уже говорил, от значения поля зависит, какая табличка необходимо, чтобы мы ее подключили. Создание комплексных SQL-представлений по иерархиям, периодическим реквизитам, регистрам бухгалтерии. Вот это вот такая, для того, кто будет работать и строить модели по БУХ учету, это, конечно, очень серьезная вещь, потому что регистры бухгалтерские, ну, требуют больших переработок для того, чтобы нормальная биосистема, ну, не нормальная биосистема, а биосистема мог делать запросы, ну, такой, скажем, разумной сложности. Вот, мы раньше делали эти преобразования руками, ну, потом поняли, как это сделать в коннекторе, чтобы сразу они были доступны для построения. Ну, конечно же, в Одинессе особая кодировка даты, и мы это сделали в первую очередь. Ну, и, как я уже говорил, генерация прототипа модели, то есть, мы, по крайней мере, выбираем все, автоматически выбираем все таблицы, которые в модель должны быть загружены. Загрузка в биосистемы хранилища после того, как вот это вот мы создали, мы уже пользуемся нашими преимуществами. То есть, загрузка будет происходить с нормальной скоростью, а нормальная скорость это скорость ADBC или OLEDB, тот коннектор, который вы решили использовать для работы с вашим BI-средством или с наполнением хранилища. Вот, ну, и на самом деле, когда вот эта вот работа сделана, то, в общем-то, не требуется никакой поддержки и больших ресурсов со стороны IT на там слежение за этими ресурсами, потому что, ну, как я уже сказал, и преобразование, и новая версия во многом обрабатываются автоматически. Ну, конечно, мы имеем, я имею в виду, автоматически обрабатываются либо то, да, все обрабатывается. И то, что уже было, и даже новые поля, которые добавляются. Но это уже задача со стороны средств BI. Если новые поля добавились, которые вам нужны, то их надо обрабатывать в BI-инструменте. Но коннектор их передаст в BI-инструмент фактически автоматически. Ну, как я уже сказал, у нас больше двухсот клиентов используют коннектор за эти годы. И это небольшой список из тех, кто им пользуется. Цены, как Иван сказал, у нас абсолютно одинаковые. Они находятся у нас на сайте bi-view.atksg.ru Описание каждой конфигурации, пожалуйста, можно посмотреть. Там же можно сказать пробную версию. Она идет с некими ограничениями, но не функциональные ограничения, а ограничения на количество таблиц, которые вы можете использовать в этом тестовом примере. Ну, на самом деле мы еще и сделали и версию самая дешевая. Это версия на одну инфобазу 1С сроком действия один месяц. Она стоит порядка 3000 рублей. На самом деле, если надо делать большой действительно полноценный какой-то эксперимент, милости просим, можно использовать вот эту самую дешевую нашу версию. Ну, в общем-то, по теоретической части все, я хочу перейти именно к экрану системы. Значит, что у нас есть? Ну, когда мы запускаем вот такой вот неказистый простой интерфейс. мы либо создаем новый проект, либо, если он у нас уже был создан, его можно найти. Следующее. Вот те самые три типа проекта, о которых я говорил. Первое. Это АТК просто 1С коннектор. То есть, это не BI-View. Мы даже вот там первые там 8-10 лет, когда именно он у нас был рабочей лошадкой, его просто так называли АТК 1С коннектор. И тут название, оставили это же название. Это просто копии всех таблиц, которые есть, с минимальными преобразованиями. Вот. Что там поможет, это переименование. Не надо делать переименование, они уже все сделаны. Тип проекта 2, который наиболее часто используется сейчас, это создание SQL представления, со всеми теми преобразованиями, которые я описал в презентации. Ну, и тип проекта 3, это именно подтаскивание по связям связанных таблиц, для того, чтобы либо А, сделать модель, либо Б, выбрать из 2000 таблиц 1С, те там 100-150 таблиц, которые необходимы именно для этой модели данных. Ну, что у нас есть, значит, на экране? Название проекта, который мы пользуемся. Дальше, необходимая информация из 1С, версия, сервер, на котором 1С установлен, тип база данных, как я уже говорил, мы поддерживаем только два типа, это либо Microsoft SQL, либо Postgres, сервер SQL, где хранится инфобаза 1С, ну, во-первых, надо указать инфобазу, с которой мы будем работать в этом проекте, и сервер, на котором эта инфобаза стоит, ну, и база данных проекта, то есть база данных инфобаза 1С и база данных 1С, это то, какие названия именно разработчики или те специалисты, которые устанавливали 1С, далее и это название будет в SQL, а база данных проекта это задаем здесь мы, именно в этой базе проекта будут созданы Vue, как я уже говорил, мы это сделали специально, чтобы не нарушать лицензионные права 1С, то есть никаких записей, никаких работ с базами данных, которые используют 1С, мы не ведем, значит создаются только Vue, через которое осуществляется только чтение. Ну дальше мы задаем, какие пользователи будут работать с 1С и какие пользователи могут работать с SQL. Вот это момент важный, смотрите, потому что абсолютное большинство вопросов, которые приходят к нам на горячую линию, связаны с тем, что пользователи, которыми вы открываете 1С и открываете SQL, не обладают достаточными правами для того, чтобы систему запустить. То есть на самом деле вот нужно брать те пользователи, у которых админские права. ну это же, как я уже сказал, права эти нужны далеко не всем и на очень непродолжительное время. Ну когда мы заполнили эту табличку, нажимаем проверка подключения, система проверит, что все, все пути существуют, все, к чему мы хотим обратиться, на самом деле есть. И после этого нажимаем расчет. Нажав клавишу расчет, я ее сейчас не буду нажимать, потому что она считает там 8, 10, 15 минут, то есть обрабатывая в зависимости от того, сколько таблиц находится в конфигурации. У меня сейчас в конфигурации 1200 таблиц, она считает где-то 12 минут. Но я вот буквально перед презентацией это просчитал, ничего не происходит, только здесь бегунок бегает, показывает какие таблички в данный момент обрабатываются. После этого создаются вот те самые представления, SQL-представления, которые абсолютно повторяют таблички 1С, которые здесь находятся. И со всей естественной структурой. Документы, перечисления, регистры, накопления, регистры сведений, справочники. В данном случае все. Вот здесь у меня сказано, что это 1217 таблиц в 1С. Ну, значит, после того, как мы это сделали, выбрав любую табличку, мы видим, какой скрипт здесь написан. Ну, и вот тут видны уже плюс-минус преобразования, которые здесь у нас есть откуда. Вот видите, это регистры бухгалтерии, это довольно много преобразований было сделано, причем видите, когда мы его делали, довольно много таблиц задействовано для того, чтобы вот этот вот фью создать. Но зато после этого строить любые управленческие отчеты, это просто одно удовольствие. Это уже я не сказал бы, что это работа даже. Вот такие вещи делаются, например, смотрите, полупроводка. есть на самом деле, ну, опять-таки, кто занимался построением построением BI отчетов BI средствами, тот, наверное, сталкивался с такими вещами. Прежде всего, какие отчеты надо создать? Это самые простые сальдовые ведомости. Сальдовые ведомости в одном разрезе, в другом, в третьем, там, с разбивка по субконту, без разбивки по субконту, там, и так далее. В общем-то, выбор по таким таблицам формата 1С вести не очень просто, когда в одной строке и дебет, и кредит присутствуют. То есть, мы, в общем-то, приводим этим, вот, в этом view данные из 1С к формату остальных западных систем, так скажем. Потому что, если вы знаете в системах Scala, Navision, XAP, SAP, принцип, в общем-то, двойной запись, это он соблюден, но один счет с суммой это является одна проводка, одна строка проводки, и именно так вот они и записываются. Для того, чтобы построить, ну, вот, на наш взгляд, это гораздо легче, мы сделали специальный view. Конечно, если вы умеете работать и без этого, по той структуре, которая в 1С, вы будете использовать вот этот предыдущий view, а этот view, ну, просто использовать не будете. Ну, и здесь мы видим сразу некую вспомогательную информацию, сколько записей в этой табличке и так далее. Значит, ну, соответственно, после того, как вот эти вот все созданные SQL view, работа коннектора закончена, она нам больше не нужна, потому что все, что нам нужно, уже содержится в SQL базе. Это вот я открыл SQL viewer, и вот база данных SQL, где у меня содержится вот BU83 это первая база 1С бухучет, UT это управление торговли и вторая база данных 1С, а BU, подчеркивание BU83 это как раз та база, которую мы создали. Ну вот, давайте убедимся, вот таблички, которые создает 1С, что мы здесь, собственно, видим, сплошные коды, как в таблицах, и так и в полях. То есть, на самом деле, работать на любителя с такими кодами, конечно, много, на самом деле, я встречал специалистов по 1С, которые настолько ее уже хорошо знают в системах, что вполне обходятся и помнят все эти названия и могут с ними работать. Но, в общем-то, людей, скажем так, которые специализируются на каких-то других вещах, это, в общем-то, очень сложно. В этой базе, которая создана, таблиц, в общем-то, нету, за исключением тех самых нескольких таблиц, которые показывают нам связь, связи таблиц между собой, что я говорил, кроме того, что создаются вью, мы еще создаем таблицы, где можем посмотреть, какая связь таблиц 1С между собой происходит. Вот в этих табличках это происходит. А вот те самые вью, которые были созданы. И, в общем-то, одна из основных, почему я на вот этот вот регистр смотрю, потому что первое, что если вы будете разговаривать с бухгалтером по построению отчетности, конечно, бухгалтера про этот регистр говорят в первую очередь. Ну-ка, построите нам отчет на основании регистра хозрасчетных. Ну, или тут полупроводка, или там хозрасчетные обороты. Видите, мы много их создали на основании регистра хозрасчетных. Значит, если мы его здесь откроем, то уже увидим, что поля названы абсолютно по-человечески, и с ними любой пользователь сможет работать, и никаких претензий к нам уже на основании этого не будет. И если мы посмотрим, какой дизайн у этой таблички, то на самом деле, видео нам не покажет, но на самом деле довольно, видите, большой скрипт написан, который, в общем-то, повторить, ну, опять-таки, конечно, можно, люди, которые там знают SQL-язык, естественно, все эти вещи сделают, но вопрос, сколько времени на это нужно. Вот, а если мы возьмем табличку, подрасчетный, посмотрим, дизайн, то тут нам покажет, я думаю, да, вот она показывает и даже связь между табличками, которые, физические таблицы, видите, их довольно много, их семь таблиц, которые участвуют в составлении вот этого вот view, ну, как я уже сказал, зато потом при построении отчетов у нас уже голова будет занята не тем, как ее сделать, а тем, как правильно сделать отчет с правильными цифрами, которые наших клиентов удовлетворят. Вернемся к коннектору. Значит, что мы можем делать дальше? Ну, уже там по-нашему, наш best practice говорит о том, что когда мы создали вот этот список view, то делая приложение, мы не должны больше никаких там писать длинного кода, а мы должны открывать, подсоединяться вот к этой базе данных, где лежат view, выбирать необходимое view и работать уже с ними. Но, если что-то пошло не так, или на самом деле, может быть, недоступна по каким-то причинам для вас, ну, вот эта вот база данных с написанными view, что можно сделать? Отсюда можно сделать копировать скрипт. Нажали на клавишу копировать скрипт, и скрипт BI системы paste сделали, и этот же скрипт уже там попал. Значит, ну, заодно тут вот у нас информация от разработчика, что значит, то есть, может быть, это будет интересно посмотреть, как это делалось, почему это так, и как это в общем-то будет работать, как это настраивается. Следующий этап, это выбор связанных таблиц, построение проекта. Значит, что здесь надо сделать? Ну, надо выбрать опять-таки основную факт-табличку, табличку. Значит, выбираем основную факт-табличку. Ну, да, сначала надо поставить, что мы хотим работать именно с созданием модели данных, то есть, отбирать связанные таблички. В идентификаторе пишем тот проект, который мы хотим сделать, ну, например, там, проект 2 у меня какой-то есть. Значит, дальше я выбираю факт-табличку, а факт-табличек может быть много, ну, это тоже очень часто бывает, например, мы хотим построить отчет, который будет, модель, на основании которого делаем отчеты, которые должны содержать как подъемные остатки товара, так и продажи. То есть, как минимум, у нас будет две факт-таблички, это продажи и остатки. Значит, и после этого набираем расчет. Значит, так как здесь, ну, уже принципиально табличек будет меньше, значит, и расчет вот прошел за несколько секунд. Если мы пойдем на страничку проекта, то увидим те таблицы, которые сюда добавлены. И они даже иерархически раскрашены разными цветами и иерархии здесь проставлены, ну, для того, чтобы нам легче было с этим работать. Дальше это еще не все. Мы можем делать здесь действие, ну, например, убрать какую-то табличку, если она нам не понадобится для нашего проекта, убрать целую ветку, если мы добавим вершину иерархии, то уберутся все таблички, которые в эту иерархию входят. Ну, и так далее. Значит, здесь у нас три уровня иерархии сюда включено. Почему? Потому что вот здесь мы показали, что у нас должно быть только три уровня иерархии. Ну, вот, как я уже сказал, после этого копировать список таблиц проекта и вставляем этот список в скрипт BI-системы или хранилище данных или ETL-средства и он уже будет обращаться к VUE только тех, которые вот в этот список попали. То есть, таким образом, как я уже повторил, для чего это не надо ломать нам голову, что с какими табличками связано. Значит, ну, и последнее здесь заголовочек это информация. Мы можем посмотреть либо журналы, что у нас происходит, кто, сколько, ну, вот я последнее, что я сделал, это составил таблиц проекта. Три уровня, 21 табличка, из них один регистр, 6 справочников и 14 док-таблиц я сделал. И здесь же я могу посмотреть список таблиц, которые содержатся в 1С и которые, ну, те же самые там 1200 таблиц, которые у меня есть, которые я обработал, запустив коннектор. Ну, здесь с дополнительными данными, сколько строк, сколько полей, ну, и так далее. И табличка связей, то есть показывает, какие таблички, как с чем-то связаны. Ну, вот у меня теперь все, я с нетерпением жду, как Максим данные загрузит в визиологи, чтобы посмотреть, как они там огрузятся. Иван, я так понял, что вопросы в конце, после всех выступлений будут, да? Да, я предлагаю так сделать, я думаю, у Максима это все пройдет быстро, как вы выразились, это уже не работа, а уже приятное дополнение после того, как коннектор отработал. Ну, это для нас с вами, Иван, приятное, для разработчика, как ни крути, это работа. Все, коллеги, большое спасибо, тогда я доотключаюсь до сессии вопросов. Коллеги, добрый день. Так, Андрей, отключите показ, пожалуйста, я тоже все включу. Мой экран видно? Так, загружается, да. Да, ну, уже, соответственно, как рассказывал Андрей, мы подключаемся со стадии, когда у нас есть настроенное подключение, и, соответственно, наша задача перезагрузить сформированное view уже непосредственно в платформу Visiology. Соответственно, у нас, так же, как Андрей показывал, есть пример базы, соответственно, эта база содержит там какой-то набор данных, но для простоты восприятия, такой нашел относительно простой кейс, это документ по обороту отчетности в контролирующие органы, то есть есть аргументированный отчет, и, соответственно, мы можем посмотреть, какие отчеты у нас куда попадали, куда сдавались, когда сдавались, и, соответственно, такую справочную информацию. Также вот показываю такое же представление, что сделал коннектор, то есть как он сформировал это view, и, соответственно, саму view, как она выглядит, то есть это набор каких-то данных, опять же, когда был сформирован отчет, что это за отчет, куда он сдавался, в какой контролирующий орган и так далее. Ну и, соответственно, детальная информация, что это был за отчет. Соответственно, у нас вот для простоты есть сформированный запрос к view, который мы можем просто взять, скопировать, выделив полностью документ. Так, сейчас, секундочку, у меня тут немножко на друга навозит панель. Так, ну и, соответственно, вот мы попадаем уже непосредственно в интерфейс база данных VQ. Для начала мы создаем загрузчик. Давайте я сейчас скопирую полностью запрос. Создадим новый загрузчик. Выбираем SQL-подключение. Соответственно, сейчас у меня SQL-подключение настроено на подключение к базе 1S. вот я могу дополнительно это продемонстрировать. У меня настроено оно. И, соответственно, по этому подключению через драйвер GBC, ну, через драйвер GBC, который подключается к базе Microsoft SQL, мы подключаемся к этой базе. Так, ну и, соответственно, наша задача просто подложить, ну, выбрать этот драйвер и вставить запрос, который у нас формируется непосредственно для подключения к этой view. Сохраняем настройки и уже дальше наша задача разметить структуру входящей таблицы. Вот, соответственно, мы видим таблицу, то есть, эта таблица аналогична той, что мы видим, собственно, вот здесь. Вот, ну и далее давайте я вам уже размеченную таблицу покажу. Она сделана аналогично на том же запросе. Далее наша стандартная задача это разметить данные, показать, какие данные в этой таблице будут показателем, какие структы будут торгутами измерения, объединить их в измерения. Ну, здесь я сложной логики строить не стал, то есть, у меня есть измерение контролирующего органа, куда у меня попали данные налогового органа, данные организации, то есть, это реквизиты, номинования и прочее. В отчетность у меня попал вид отчетности, соответственно, название отчетности, какой это отчет, корректирующий, некорректирующий и периодичность. А также по нему периодичности у меня попала дата, то есть, когда этот отчет был сформирован и, соответственно, мы создали, ну, я создал показатель на основе строка, то есть, он будет считать просто количество отчетов с данных компаний за определенный период. Ну, и, соответственно, после того, как мы данные разметили, мы сохраняем получившуюся разметку и загружаем данные. То есть, ну, загрузку вы сами видите просто, ну, в частности, в данной таблице у нас строк, наверное, не так много, но, соответственно, загрузка была, в принципе, молниеносная. Далее для работы мы переходим в конструктор отчетов. Тут я вот накидал макетик данных, которые, ну, макет дешборда, данные, которые послужили в основу, это вот та таблица, которую мы сейчас загрузили. То есть, мы можем видеть список отчетов, сдаваемых непосредственно компаний. Мы видим виды отчетов, мы видим в двух разрезах. И, соответственно, у нас есть какие-то возможности фильтрации, то есть, мы можем изменить фильтры на другой год, переменить, и мы увидим, как у нас изменятся данные и отобразятся данные за 2019 год. Вот, и, соответственно, мы можем смотреть дополнительно фильтроваться, вот мы можем увидеть, какие отчеты у нас сдавались без оправок и с первой подачи. вот, ну, в целом, из, да, плюяние надо не забывать проставлять, то есть, из такой загрузки все, я могу сейчас поделиться своим опытом, так как исследованием непосредственно коннектора АТК занимался я, что мне понравилось, соответственно, тоже поясню, так как база 1С содержит там, ну, неимоверное количество отчетов, ну, всяких справочников и прочего, то есть, для удобства навигации, вот, Андрей рассказывал про то, что существует тип проекта три модель данных, вот как я это использовал при работе с коннектором, там есть возможность в момент создания проекта указать где-то было, Андрей, если что, поправьте меня, мы могли указать префикс для создаваемой модели, соответственно, уже непосредственно при работе с базой мы видели отдельно список там надо было три поставить, а у вас один остался. Да-да-да. Вот, и, соответственно, это облегчает такую навигацию вот в этом огромном списке таблиц, то есть, я уже видел определенный список таблиц, формированных там с определенным префиксом, и моей задачей было, по сути, обратиться, ну, написать там условный SQL-запрос, который заберет все эти таблицы и запишет непосредственно в базу данных. Вот. Это так в целом, наверное, все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...